Стихотворение Фабула Как только солнце к вечеру запало, и везде небо темнозрачно стало, на тверди звездны блеснули прекрасны, как дорогие каменья алмазны. Фалес закричал, старуха дорогая, чего ты кричишь, мудрость глупая, полно мне уже сидеть на сей месте, поведи меня смотреть на звезды. Пошла перед ним старуха дорогая, а за ней вслед и мудрость глупая. Пошли туда, где холм высокоместный, отколь способна смотреть на круг звездный. Ой, мудрец крикнул, пропал я, старуха, упал бедный в яму, отбил себе ухо. Не упал бы ты в ров, бестолковый деду, зачем моего не держишься следу? Как ты, не видя пред носом рова, можешь знать звезды, глава бестолкова. От всех спекуляций повела старуха, назад до дому мудреца без уха. Фабула де Танталу Царь Тантал, когда-то Иовиша до дому, цехмистра из богов звал к пиру царскому. Иовиш, ведая политичные нравы, взаимно Тантала на небесные стравы, просил. Но куда? Небесная залу, совсем Тантала перещеголяла. Иовиш, своего любезного гостя, не хотел пустить без дара так просто. Проси, говорит, что хоть при отходе. Дай мне тут кушать во вечные роды, отвечал Тантал. Иовиш оскорбился. Тантал, проси, так не устыдился. Но, помня важность шляхетского слова, сказал, что ему дорога готова. Стал Тантал в небе пировать оттоли. А что? То нет при небесном столе. Тут вина разные, тут нектар солодкий, услаждающий божественной глотки. Тут амбросия, вешних богов снеды. Против ней пустош панские обеды. Везде багреют розы пред глазами. Чудные везде курят фимиамы. Кричат по зале музы сладкогласны. Все сам подносит ганимет прекрасный. Бахусов пистун сам пляшет присмешно. Всякий род шутов шутит приутешно. И хоть в том хоре не бывал дололью, однако за таких сто мог сам Аполло. Коротко сказать. Все чувства телесны. Услаждали там сладости чудесны. Тантал, сидящий, все смотрит умильно. Все воздыхает, хоть всего обильно. Все лицо морщит. Страх трет его члены. Трясевицую будто пораженной. Что за причина? Сверху, сквозь хоромы, не спущен висит камень преогромный. Над саменькой его головою. Не дает ему сидеть в покою. Боится бедный, как себя порушит. На волосе висит. Вот-вот в прах сокрушит. Фабула. 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 Фаба. Фабула. 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 стройности ты мать скажи мне имя ты скажи свое сама ведь всяко без тебя дурна у нас дума мудрость у греков звалась я софия в древний век а мудростью зовет всяк русский человек но римлянин меня минервой назвал а христианин добр христом мне имя дал человек скажи живешь ли ты и в химских сторонах мудрость уже мне имя там в других стоит словах человек так ты и в варварских ведь сторонах живешь мудрость куда ты мне друг мой нелепой поешь ведь без меня друг мой одной черте не быть и как же мне скажи меж химцами не жить где ночь и день живет где лето и весна я правлю это все с моим отцом одна человек скажешь кто твой отец не гневась на глупца мудрость познай вперед меня познаешь и отца человек а с химцами ты как обходишься открой мудрость так точно как и здесь смотрю кто мой тот мой человек там только ведь одни погибшие живут мудрость сестра вам это лжет так точно как и тут человек а разве есть сестра твоя мудрость да у меня сестра одна родна точно ночь у дня человек и лжет она всегда хотя одной родни мудрость ведь одного отца но дети не одни человек зовут же как мудрость ей сто имен она однако у россиян есть бестолковщина человек с рогами ли она мудрость дурак человек или с бородой или в клобуке мудрость ты врешь она войдет и в твой состав если хочешь ах ты исчезни прочь ведь я возле тебя как возле света ночь человек исчезни лучше ты беги с моих прочь глаз ведь глупа ты сама если в обман далась чего здесь не слыхать нигде ты все врешь и подлинно сказать нелепую поешь родился здесь народ и воспитан не так чтоб диких мог твоих охотно слушать враг чуть разве сыщется один или другой что мог понравится ей дикий замысел твой а святой вечере или о вечности телом ты зришь хлеб и вино но умом усматривается то что скрывается под видом тела сам бог кто скрыт тот остается что является то сон и тень и так то что скрыто есть вещь то что является ничто является эта великая машина мира но она сновидение и тень вещь и истина сущее то что скрыто под этим звуком так при закате солнца когда дуб отбрасывает тень тень хотя велика однако она не дерево зачем же мы следуем плоти говоря что она видимость но не сущность почему мы бежим смерти смерть нас скроет а если скроет то позволит по-настоящему существовать именно вещь скрыта одна лишь тень является вставать скорее о мой верный разум поднимись от теней уже укрепленный ты обрел силу уже наполненный светом ты видишь иди вперед мой свет за тобой пусть этот спутник следует это душа которая посвящает тебе свою волю ты солнечный луч и тебя скрытого не подавляет тень без тебя нет ни одной вещи и ни одной тени является ты вещь и тело теней но вещам ты тень через тебя любая вещь обладает своим бытием и так ты скрыта в прелестном облике обнаруживаясь в тенях и в скрытом обнаруживаешь прелестный облик а там где не обретаешь привлекательный облик существо или вещь перестает быть тем чем было когда бежишь ты не убегаешь когда перестаешь ты обретаешь бытие ты снова открываешься как новая форма зачем играешь с моим умом святой изменчивой змей убегая ты остаешься и оставаясь убегаешь то скрываешься то являешься тенью вещей открываясь в них когда убегаешь без тебя однако ничего не может случиться таково изображение в разных зеркалах если сто зеркал расположить вокруг принимая тебя я тебя не беру возвращая удерживаю разделяясь на части остаешься однако при этом целым все тебя берут но ты никогда не расходуешься тебя все принимают но ты не можешь принадлежать никому никому не принадлежа для всех остаешься одним и тем же чем больше меня насыщаешь тем больше я чувствую голод ты пища теперь нужно чтобы ты скрытый был мне причастен для детей же достаточно одной твоей тени о изменчивая змея скрываешься как крючок в приманке дабы неразумных детей вовлекать в свое царство хвалю твои ухищрения лабызаю твои эти козни и через твою святость святой также становится твоя тень когда рыбка поймана она уже не нуждается в приманке так и мне уже пойманному не нужна твоя тень сними маску удостой прийти без тени я уже вкусил тебя ты мне уже был лотосом укрепленный этим я смог убить порочные учения глупости порождающие всякое беззаконие наполнены этим я смог и смогу победить жестокие страсти если только ты мне поможешь дай мне твою тишину на все последующие времена моей жизни будь мне сладким медом мой свет моя жизнь возраст уже скоро скоро украсит мои виски сединой уступи моим слезам и предоставь твои последние дары я прошу сделай меня дважды старым душой и телом вместе о ты это сделаешь если наполнишь мне светом душу если силы оставят тело ты не оставляй сердце и ум мой о свет мой жизнь моя если удовольствие плоти исчезнут ты будь мне наслаждением и ты будешь им если ум не на мне наполнишь светом если не будет плотских богатств будь мне персидским сокровищем и ты будешь им Если наполнишь мне ум светом Если меня будет поносить чернь Ты распространи на меня свою милость И ты ее распространишь Если наполнишь мне душу светом Скорее поднимайся Почему не уведешь меня от теней вещей Но прежде наполни мне эту грудь светом Я пепел, тень, ничто Но когда наполнишь меня светом Я стану сущим и вещью А не пеплом, тенью, ничем Освободи меня от всего От любви к бездейственной земле Так будет мир И ты сделаешь это под сиянием твоего света Дай мне побольше этого света Дай мне презирать смерть Дай мне желать смерти Дай мне любить смерть О призрачном удовольствии Если легкая тень тебя укрывает Стоит ей исчезнуть Тебя полит зной Если же дом тебя укрывает Найдешь в нем покой и ночью и днем Такова же телесная сладость То чувствуешь сладость меда Но скоро она как тень убегает Наполняя грудь горькой желчью О беги Беги любезный богу человек от приманки В ней скрыт крючок Приманка скрывается быстро Но в ней остается жадный крючок Но не такова добродетель Она делает душу мужественной Сначала она тягостнее желчи А затем нравится Так же бывает Когда ты неохотно принимаешь Горькое лекарство Однако После Каждый род пищи тебе становится приятен И кто не хочет уступать лихорадке Располагающей ко сну У того скоро возвращается радость здоровья Кто вынес зиму от начала до конца У того придет приятная весна У кого сначала дождь У тех затем наступает туман Бог везде справедлив Умеряя все вещи Нет ничего чистого Бог все смешал Ибо горькое покрывается сверху сладким Что начинается сладким Будет иметь горький конец Напротив Сладость предполагает муравьиный труд Сладкое вкусит позднее тот Кто в силах поглотить неприятное И слабые сердца В силах начать сладким Но только у превосходных людей Сладким венчается труд